Парни, всем привет! Я решил залететь в аудиофилию прям с двух ног и вообще выяснить для себя, стоит ли как-то заморачиваться с качеством или нет. Мне кажется, что сейчас все слушают музыку с каких-нибудь там со своих смартфонов и с каких-нибудь наушников блютузных. Но вообще аудиофилы все говорят, что это вообще не то, что с этого слушать музыку невозможно. И что появляется сейчас большое количество каких-нибудь плееров компактных, каких-нибудь наушников. И это все в принципе может стоить там и 10 тысяч рублей, и 100 тысяч рублей, и 200 тысяч рублей. И вот мне для себя хотелось вообще выяснить, есть ли большая вообще разница или ее нету и можно слушать музыку и на этом. Ну и кстати, не хочу никому ничего доказывать. Мне кажется, что если вы вообще занимаетесь музыкой, то вам вообще не нужно это смотреть, потому что вы лучше меня знаете, что вам нужно, что не нужно. Ну а так я просто попробовал использовать какие-то вот наушники аудиофильские, плеер аудиофильский. И хочу просто поделиться своим впечатлением от этого всего. Ну и скажу сразу, что ко всей вот этой аудиофильской теме я отношусь вообще с большим скепсисом. Потому что некоторые термины, которые есть у аудиофилов, они какие-то вообще не очень адекватные. То есть, например, вся эта тема с прогревом. То есть, когда люди прогревают какие-то там наушники, плееры, когда они вообще провода прогревают. Мне это кажется небольшим таким сумасшествием. То есть, вот аудиофилия это какая-то вообще эзотерика в мире, в нашем вот техномире. И мне кажется, что вот большинство людей, которые вообще говорят про аудио, это какие-то вообще сумасшедшие просто. Это какие-то чокнутые люди, которые рассказывают какие-то вообще небылицы, какие-то вещи, которых нет в природе. И люди, которые вообще даже как-то описывают какие-то наушники, они говорят даже каким-то таким языком, что ты думаешь, что что-то у человека вообще не так. Но опять же, тем не менее, я не хочу говорить, что это все вообще бред. То есть, даже если откинуть всех этих сумасшедших и вот эти все неадекватные термины про прогревы, да, то все равно есть какая-то объективность и есть наушники хуже, есть наушники гораздо лучше. То есть, тут я не спорю, я не говорю, что вообще весь звук одинаковый во всех наушниках. Конечно, разница есть. И про прогрев сразу скажу, да, что, ну, мне кажется, что в принципе прогрев сейчас, конечно же, ни на что не влияет. Когда там какие-то усилители были там на лампах, да, прогрев, наверное, там имел место быть. Но сейчас, конечно же, вся тема с прогревом это чушь собачья. То есть, мне кажется, что, да, там как-то человеческое ухо, наверное, может как-то привыкать к какому-то звучанию. То есть, например, вы взяли наушники и послушали их, и вам они показались полной хернёй. А через, не знаю, несколько часов звучания ваши уши просто привыкают к наушникам, и вам уже кажется звук лучше. И, возможно, из-за этого большинство людей считают, что эта вот техника прогрелась, да, но на самом деле это твои уши привыкли. Вот мне кажется, это работает как-то так. Но большинство всё-таки вот этих сумасшедших бегают и рассказывают про всякие прогревы. И они что только не прогревают. Они там и HDMI кабели прогревают, и вообще всё прогревают. И используют ещё кучу всяких каких-нибудь идиотских абсолютно терминов. Вообще, про то, чем я пользовался до этого. Как и, наверное, все Bluetooth-наушников. Наушниками у меня были, наверное, первые вот AirPods, которые на момент вообще выхода были прям чем-то невероятно крутым. Потом AirPods Pro. После этого Nothing Air, по-моему, они назывались. Очень классные наушники. Сейчас у меня Sony, это VF1000M4, которые мне прям очень сильно нравятся. Хотя сейчас вышла уже пятая версия. Я обзор смотрел на них у канала на Rosetta. И это довольно классные наушники. То есть, если вы ищите именно Bluetooth-ные, то мне кажется, что пятая версия. У меня их не было. Но они классные. Там уже они, конечно, глянцевые, что они очень красиво. Вот эти вот матовые. И, ну, звучат они классно. Но хотя у людей, у которых именно ушные дырки маленькие, они вот как-то смотрятся очень странно. Они из-за того, что у них такой глубокий, не знаю, звуковой такой канал. Поэтому будьте аккуратны. И вообще, мне кажется, что вот такие вот наушники с шумоподавлением, они просто идеальны для города. То есть, я прям невероятно кайфую от наушников, которые умеют вообще затыкать все вокруг тебя. Иногда я даже музыку не включаю. Просто вставляю наушники, включая вот это вот звукоподавление. Это работает прям как магия. Потому что у тебя все прям затыкается. И ты можешь ходить в довольно шумном городе. И при этом ничего не слышать вокруг. Это прям очень классное ощущение. И вот именно вот этим мне, конечно, вот Bluetooth-наушники очень нравятся. Но надо сказать честно, что именно уровень звучания во всех таких вот Bluetooth-наушников, он на таком посредственном уровне. Это и из-за Bluetooth-канала, который имеет ограничения свои какие-то. И чаще всего мы слушаем музыку на каких-то стримерских сервисах, на какой-нибудь Spotify, там Яндекс.Музыка, у которых есть ограничения по битрейту. И это, мне кажется, и из-за самого чипа, ну там звуковой карты, которая у вас есть в тех же наушниках или в смартфоне, который просто не может выдавать какой-то хороший уровень звука. И у меня возникло желание что-то купить с более хорошим звуком, но при этом, опять же, портативное. Хотя, как выяснилось, оно не особо-то и портативное. Все вот эти аудиофильские плееры, это прям такая большая коробка. То есть он вот размером почти как смартфон, но... То есть вот габариты у него как у смартфона, но при этом он толще смартфона, наверное, раза вот в полтора. Поэтому вот удобства в этом не очень много. Ну и, конечно же, собственно, сам провод. Мне кажется, что многие люди уже забыли про то, что в наушниках существуют провода. И, конечно же, провод это не очень-то и удобно. Не сказать, конечно, что это вообще с этим невозможно жить, да. Но все-таки беспроводные наушники, конечно, удобнее, чем наушники вот с проводом. Но зато надо сказать, что и удобства все равно некоторые есть, что, например, не надо их заряжать. Наушники, которые не надо заряжать, это прям, знаете, революция в мире наушников. Потому что вот такие вот наушники все равно нужно заряжать каждый день. А вот если у вас есть плеер с наушниками, то заряжать это нужно, ну, не знаю, раз в неделю, например, да. Что значительно как бы, значительно круче. То есть у тебя он может лежать где-нибудь в рюкзаке, ты его не заряжаешь, и зарядки хватает прям надолго. Мне кажется, из-за того, что тут нет всей этой, знаете, мобильной связи, там, какой-нибудь LTE, блютуса. Ну, выключено это все. Тут есть, по-моему, блютус и Wi-Fi, но у меня он все время выключен. И из-за этого батареи вообще хватает надолго. Ну, и сам экран. Ты тут никогда практически не включаешь экран. То есть когда, наверное, там, выбираешь, что слушать. То есть экран работает не так у тебя интенсивно, как в том же смартфоне, например. Поэтому батарея тут садится не так вот быстро. Что плюс? И мне еще нравится, конечно, что у тебя... Твои наушники играют всегда вне зависимости от условий, да. Вот, например, с блютусными наушниками ты заходишь в лифт, у тебя там музыка не работает. Ты где-нибудь идешь на каком-нибудь очень оживленном перекрестке на каком-нибудь, у тебя бывает блютус-сигнал там как-нибудь начинает тупить, и у тебя наушники что-нибудь отключаются, или как-то там есть какие-то вот такие вот моменты. Что как бы, ну, бесит иногда. Поэтому вот в таких вот проводных наушниках этой проблемы никогда нет. И это как бы мне нравится. С другой стороны, у таких наушников нет активного шумоподавления. И это тоже небольшой такой минус. Но этот минус, наверное, только тогда, когда у тебя музыка на паузу поставлена. Хоть у тебя звук и гасится со всех сторон, но ты все равно что-то слышишь вокруг. Вот именно в таких наушниках, где есть активное шумоподавление, у тебя прям тишина. И это прям, ну, мне больше нравится в таких наушниках. Теперь про сами наушники. Я выбрал наушники, которые называются Kibum Evoque. Но вообще, мне кажется, что если вы из большого города, то можно пойти в какой-нибудь магазин, где продают какую-нибудь аудиотехнику. И я в своем городе пошел в такой магазин. Не буду говорить, что это за магазин, наверное. Хотя, блин, что я не буду говорить. Все блогеры обычно боятся что-нибудь такое говорить. Как будто бы, что это якобы звучать будет как реклама. Ну, пусть звучит как реклама. Пошел я в Dr. Head магазин. В Питере это прям довольно большой магазин. Можете тоже сходить в Dr. Head. Он находится на Литейном, по-моему. И там классный прям магазин. Там можно послушать, короче, все наушники. Но цены там такие высоковатые. И на первом этаже там наушники. На втором, кстати, тоже много техники. Там на втором этаже колонки. И на втором этаже куча еще микрофонов. Там вообще очень много всяких микрофонов. Я прям засмотрелся. Там микрофоны есть Союз, например. Знаете, как у некоторых блогеров, которые стоят овер до хрена. Мне почему-то хочется купить этот микрофон. Хотя все микрофоны Союз почему-то конденсаторные. Блин, если бы они сделали динамические микрофоны, я бы уже купил бы, наверное. Ну и, в принципе, мне почему-то хочется поддержать каких-то российских производителей микрофонов. Хотя понимаю, что конденсаторный микрофон мне, наверное, будет в моих условиях хуже, чем динамический. Так, короче, отступился я от темы. Пошел я послушать, короче, в Dr. Head несколько наушников. Изначально я вообще хотел купить наушники, которые назывались FIO FH9. Вот изначально я вообще просмотрел про эти наушники кучу обзоров, прочитал все. И уже думаю, все, точно, все их хвалят, всем нравится, все вообще считают, что это топов за топ. Я уже вообще шел их покупать, но послушал их. И когда послушал, понял, что мне они вообще не нравятся, что это вообще какая-то херня. И они сами еще железные такие, ну металлические. И они очень тяжелые прям. Я вообще удивился даже от того, что такие не очень большие наушники могут быть настолько тяжелыми. И, короче, мне они вообще не понравились. Я послушал еще несколько моделей. Я послушал Kinera Imperial, по-моему, наушники, которые были неплохие прям. И Queen of the Audio, по-моему, они назывались. Как-то Manjaro, блин, как-то так. Тоже были неплохие. Но в итоге там я, короче, ничего не купил. И потом купил вот эти. Kibum Evoque. Kibum это компания. Я на нее уже делал обзор на Kibum клавиатуру. И вот они еще делают Kibum наушники. У них еще есть младшая модель. Ellur, по-моему, называется. Но те наушники совсем ни о чем. Там один драйвер и он просто динамик. А вот эта вот модель. Тут три драйвера. Один драйвер динамический и два арматурные. Вообще наушники вот такие вот можно разделить на три типа. Это вот динамические, собственно, в которые просто динамик. Есть арматурные наушники. Это вот другой тип, собственно, драйверов. И есть гибридные, в которые есть, собственно, и тот, и тот. Еще есть планарные, но они совсем редкие. И у каждого вот из этих типов есть свои какие-то вот особенности. То есть динамики, например, лучше передают все низкие частоты. То есть бас там прям выглядит очень так хорошо. Он такой довольно глубокий, естественный и прям очень хорошо качает прям. Арматурные наушники, они наоборот, звучат довольно четко, очень естественно. Но у них очень большая проблема с басом, особенно там с саббасом. Он прям вообще никакой в этих наушниках. И вот поэтому есть и третий такой формат. Это гибридные наушники, куда засовывают несколько драйверов. Там разных типов. И, например, там динамик отвечает за низкие частоты. А там два других, вот в этом случае, например, два еще драйвера, которые могут отвечать за высокие и за средние частоты. В этих наушниках, например, установлены драйверы от компании Knowless. И это довольно такая именитая вообще фирма. И многие наушники, многие компании, которые делают наушники, пытаются вот как-то вставить свои наушники, именно эти драйверы. Потому что они считаются наиболее такими качественными. Но при этом они и довольно дорогие. Теперь про сами наушники. Вообще вот так вот выглядит коробка обычная, картонная. В этой коробке лежит вот такая вот коробка для хранения из такой искусственной кожи. Но я не понимаю, почему она настолько больших размеров. То есть сюда, наверное, влезет и плеер, и наушники, и еще место останется. Я не знаю, зачем настолько большая сделана. То есть мне было бы лучше, если бы это была маленькая коробка только для самих наушников. А тут это прям... Ну, я ей не пользуюсь, если честно. Тут довольно вообще скудная комплектация. Потому что кроме самих наушников, тут есть только вот довольно простые силиконовые амбушюры. При этом тут их всего три пары. То есть маленькие, средние и большие. Все, больше кроме этого ничего нет. То есть, например, у каких-нибудь наушников Shure или Weston этих амбушюр, ну, 12 пар, может быть. Они всякие разные. И силиконовые, и пенные, и из каких-то других материалов. Тут как-то вообще явно пожалели. Ну, амбушюры самые обычные силиконовые. Они мне нормально подошли самые большие. Но, конечно, хотелось бы чего-нибудь еще, каких-нибудь пенных. Мне, например, нравятся амбушюры именно у Sony наушников. Вот это не пена, а какой-то такой вот материал, который очень хорошо сидит в ушах вообще. Очень хорошо изолирует вообще шум с улицы. Мне прям нравится. И нет никаких неприятных вот ощущений. То есть у меня еще раньше были наушники от Weston. И у Weston тоже какой-то пенный материал, только черный, такой пористый был. И вот он был прям сильно ужасный. Я не знаю, терпеть его не мог. Потому что, когда в уши засовываешь вот наушники эти в Weston, через какие-то там 20 минут у тебя уши внутри начинают прям гореть. Прям неприятно. Прям какое-то раздражение есть. А именно вот этот материал, он какой-то нормальный. Он не вызывает раздражения внутри уха. Поэтому вот именно пена мне нравится больше всего. Хотя мне кажется, что именно диаметр у вот этого звукоотвода, он стандартный. И вы, в принципе, любые, наверное, амбушюры сюда можете поставить, не знаю, купив от других наушников. Кроме самих наушников, тут есть кабель, который довольно такой вот толстый, плетеный. Мне нравится, что он такой толстый, немножко такой дубовый, что наушникам не дает запутываться. Мне вообще сам кабель нравится. Но довольно печально, что сам кабель тут Jack 3.5. Тогда, как вообще у большинства плееров, есть уже выходы на балансный 4.4. И, собственно, это печалит меня. Я уже заказал даже другой кабель, именно балансный. Ну, благо поменять в наушниках этот кабель легко, потому что тут стандартный вот этот разъем 2-пин он называется. То есть вы от каждого наушника можете просто его вот отключить, вот этот вот разъем, и поставить любой другой кабель. Ну, что, собственно, хорошо. И кабели, кстати, на такие наушники, они тоже продаются. И продаются за какие-то такие цены тоже за сумасшедшие. То есть кабель можно купить на наушники от 1000 рублей до бесконечности. Я не понимаю, почему аудиофильские кабели могут стоить столько, но они столько стоят. И если есть, конечно, вот возможность использовать балансный кабель, то его нужно использовать. Он чуть побольше. То есть если это 3.5, то это 4.4 сам штекер вот этот вот. И там не 3 контакта, а 4. Там нет общей земли у наушников. И поэтому сам сигнал можно сделать более мощным и более качественным. Опять же, смотрите, чтобы ваш плеер поддерживал. То есть если есть поддержка, то лучше заменить кабель. Теперь про корпус. Сам корпус тут сделан из медицинской смолы. И выглядит он неплохо. То есть тут есть три цветовых исполнения вообще в этих наушниках. У меня модель, которая называется Emerald. Это такие вот зеленые наушники. Выглядят они... Мне нравятся, короче, как они выглядят. Они довольно легкие. Вот как я говорил, у Fio, например, Fio, Fio, я не знаю, как правильно. Есть модели металлические, которые весят прям, ну, очень много. Поэтому вот вес это тоже, мне кажется, приятная характеристика. Когда он не особо большой. Металлические я бы, наверное, не рискнул бы брать. У них вот эти вот звукоотводы, я не знаю, как это правильно назвать, не очень длинные. То есть есть наушники, у которых прям они значительно длиннее, что прям у вас в канал, прям в ушной глубоко входят. Тут они не очень длинные, поэтому сидят. Вот в моих ушах они прям сидят вообще отлично. Но если у вас какие-то уши поменьше, то вам, не знаю, наверное, мерить придется. Потому что я знаю, вот есть люди, у которых ушная раковина совсем маленькая. И у них все наушники как-то сидят не очень хорошо. Также тут есть такое вот отверстие, не знаю, это компенсационное отверстие, в которое есть такая металлическая решетка изнутри. И сами амбушюры тут сидят хорошо, потому что тут, когда амбушюры надеваешь, есть такой бортик, который мешает им вообще назад слезать. Корпус вообще сам выполнен очень хорошо. Мне нравится, как он прям сделан и выглядит довольно красиво. Кстати, вот у Кинера тоже наушников, тоже корпус прям довольно красивый и тоже так хорошо переливается, выглядит тоже классно. Хотя вот много наушников, которые я смотрел именно в Доктор Хэдди, они выглядят вот как-то совсем неэффектно. Как будто бы что-то совсем дешевое. Хотя цена у наушников может быть прям большая, но по внешнему виду смотришь и как будто бы что-то совсем ни о чем. А эти как выглядят, мне прям нравятся. То есть именно наушники из смолы как будто бы выглядят эффектнее, чем просто металлические. Теперь про звук. Вообще у этих наушников прям явно выделенный бас. И вот мне это очень нравится. Мне нравятся наушники, у которых бас выраженный. Большинство, наверное, людей все-таки любят какие-то мониторные наушники, у которых все как-то уравновешено. И звук выдается там именно тот, что надо. Нет никаких там никаких-то выделений явных. Но здесь не так. Здесь бас прям выделен. И звук тут такой очень объемный, очень такой плотный и хорошо прям выделенный. То есть по сравнению с другими наушниками, которые я слышал, мне тут нравится, как звучат прям низкие частоты. Они тут прям есть. Вот у некоторых наушников как будто их вообще нет. Как будто когда дело доходит до баса, как будто вот что-то совсем невнятное там происходит. Тут же нет. Тут прям все очень хорошо. Ну и тут такая массивная подача. И средние частоты тоже хорошие. Но высокие частоты тут, ну, мне кажется, не очень. Мне, например, нравится еще группа Within Temptation называется. И там такой вокал женский. Хоть он и не очень высокий, по-моему, голос у нее Мэдси Сопрано. Но при этом вот в этих наушниках я не получил какого-то удовольствия от ее голоса. Я не знаю, вот мне кажется, что именно высокие частоты здесь передаются вот не очень хорошо. Поэтому если вы любите какую-нибудь классику или такой вот женский какой-нибудь вокал с такими вот инструментами с высокими частотами, да, там, то, наверное, вам не очень сильно зайдет это. Но, опять же, если вы большую часть времени слушаете что-то такое с низкими частотами, то, мне кажется, понравится. Вообще, в целом, по звуку наушники мне понравились. И мне кажется, что Kibum сделали хорошую вообще работу в этом плане. Хотя мне кажется, что это не они делали, конечно. Это, наверное, какая-то OEM-продукция, да. То есть, ну, я к тому, что заказали у кого-то драйверов там, да, там, и собрали это все в наушники. Но, в целом, мне нравится. Хотя, опять же, скажу, что мне кажется, что вам понравится, если вы любите музыку, где преобладают вот низкие частоты. И, опять же, наверное, нет смысла смотреть на их младшую модель. То есть, если мы говорим вот сейчас про вот эти наушники, про Evoque, это не значит, что младшая модель будет, там, примерно такая же. Потому что те, в принципе, наушники не гибридные. То есть, в итоге, хороший звук, хороший кабель. Опять же, жалко, что кабель не балансный, а 3.5. Но минус, наверное, в том, что скудная комплектация. И вот какой-то вот коробка вот эта для переноски слишком какая-то большая. Не знаю, зачем она настолько большая. Ну, и теперь вообще выводы какие-то, в принципе, о аудиофилии. Кому это нужно? Зачем это вообще нужно? Нужно ли вам? Вот мне вообще кажется, что если вы сейчас слушаете музыку на телефоне, на вот таких вот наушниках, и вас вообще все устраивает, то, наверное, не стоит и заморачиваться. Не стоит, там, что-то другое для себя искать. То есть, знаете, как лучший враг хорошего. То есть, да, если вы попробуете что-нибудь такое, то вряд ли вы уже будете хотеть слушать что-то на вот таких наушниках. Вам уже, вы уже четко почувствуете разницу. Но, как я уже сказал, если вы не пробовали такие наушники, то, наверное, вы не поймете, что такое хороший звук, и у вас не будет какой-то большой разницы. То есть, это, знаете, как, например, там, 20 лет назад мы играли, там, на каких-нибудь приставках Dendy и Sega. И тогда это было классно. Тогда невозможно было оторвать от этих игр. Но вот сейчас, когда мы поиграли уже в каких-нибудь играх на современных, да, консолях, на Xbox'ах и на современных PlayStation'ах, сейчас я сомневаюсь, что кто-то возьмет и начнет играть на, там, на Sega или на Dendy, да. Вот так же и тут. То есть, если вы попробуете какой-нибудь очень хороший звук, то вряд ли вы будете потом прям сильно стремиться слушать вот это. Но если и не слушали, то, наверное, и не надо. Ну и, наверное, у людей есть разный уровень восприятия, да. Для кого-то вообще кто-то почувствует эту разницу, да, между звуком из этих наушников и из этих, а кто-то, наверное, и не заметит эту разницу, у кого не сильно развит слух, да. Так же, наверное, и с другими, там, с другими чувствами. То есть, кто-то вполне может смотреть фильм какой-нибудь на экране смартфона, а кому-то нужен, не знаю, 10-дюймовый телевизор огромный, какой-нибудь 4К или 8К или IMAX какой-нибудь. И так же и во всех остальных чувствах, да, там, не знаю, вкусовые рецепторы. Кто-то ест нормально котлету с пюре, а кому-то нужна высокая кухня. Так же и тут, наверное. То есть, если все-таки хочется, то, наверное, да, можно попробовать. То есть, наверное, плюсы, минусы, неудобства я, собственно, все перечислил. Ну и мне интересно ваше мнение. Если вдруг вы что-то пробовали, то можете тоже что-нибудь посоветовать. Или если вы, не знаю, тоже считаете, что это все фигня, можете тоже написать свое аргументированное мнение. Надеюсь, кому-то было полезно. Всем пока.